Присоедините, пожалуйста, тех, кто просит имя Отца и Святаго Духа. Аминь. Присоедините, пожалуйста, тех, кто просит имя Отца и Святого Духа. Присоедините, пожалуйста, тех, кто просит имя Отца и Святого Духа. Присоедините, пожалуйста, тех, кто просит имя Отца и Святого Духа. Присоедините, пожалуйста, тех, кто просит имя Отца и Святого Духа. Первый кориффинум, глава 15. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы двигаетесь, в котором вы спасаетесь, если преподавали удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно веровали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более ниже пятистам братьям в одно время, из которых большая часть данных живых, а некоторые почели. Потом явился Иакову, также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть им то, что есть им. И благодать его во мне не была черта. Я более всех их потрудился. И я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так умеровали. Если же о Кресте проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Итак, на этом он тут закончил, закончилось чтение. То есть, какую Евангелие мы приняли, от чего мы уверовали, от чего проповедовал апостол Павел. Все очень просто. Он проповедовал, что Христос умер за грехи по Писанию, был погребен и воскрес в день по Писанию. А потом явился к Кифе. То есть, вот это семя самое главное, которое должно быть проповедано. Не должно быть проповедовано человеку изначально ничто другое, кроме как об Иисусе Христе, об его искупительной жертве. А или его воскресении. В этом-то и состоит все Евангелие. Вся радость всему миру. Тайна спасения Божия, которая ждет каждая душа, которая даже, может, и не понимает этого, но мучается и томится, пока не услышит это слово. И поэтому, кто встречается с Евангелием, кто встречается с истинными проповедниками Божьими, то есть, служителями Христовыми, у них жизнь делается сразу на два. То есть, до этой встречи и после. И после этой встречи тоже на два. Для одних, для одних благоухание живительное на жизнь, то есть, жизнь начинается новая, если они примут это слово, а для других на смерть. Все. Они отвергли это слово, и Господь их приговаривает. И у каждого нас, если мы посмотрим, у нас был такой вопрос. Я свою жизнь могу оценить. Этот выбор у меня произошел в начале, когда я был просто повернулся к церкви, узнал о том, что Иисус Христос есть Бог, узнал. Это в 19 лет. Это было в связи с тяжкими, ну, с такими просто жизненные, даже не жизненные обстоятельства тяжелые были, а просто ситуация тяжелая была. И я в этот момент обратился ко Христу, и Он мне помог. И я понял, что Христос это Бог. Вот так вот, очень просто. Пришел, свечку поставил потом. И стал лояльным к церкви. После этого я стал все больше изучать уже, читать святых отцов. Но встреча непосредственно моя произошла со Христом, через крестовых участников. То есть именно когда я встретился с истинными учениками Христовыми. То есть я услышал проповедь, живую об Иисусе Христе, от Игнатия Тихоновича Лапкина. И мое сердце, то есть я как будто то, что я всегда знал, но было во мне сокрыто. То есть я откликнулся на это. И с этого моей жизни я решительно, то есть сознательно, решительно, усилием воли, решил, что я должен все теперь отдать этому служению Богу. Как это и написано в Евангелии. То есть как Господь видит. Вот что было со мной. То есть когда вот это решительное мое было перемено. Я принял это слово. И что другой жизни, я уже знал, какая другая жизнь. Как бы оттолкнулся от дна греховного. Все, и пошел. У каждого человека такая встреча происходит. Вот, к примеру, выходил, такой был на Игнатия Тихоновича, выходил Николай, по-моему, Леонов его зовут. Он уже в семинарию закончил там православное. Потом он там боксер, там чемпион мира или кикбоксер, не помню точно. И вот он встретился тоже с проповедями Игнатия Тихоновича. Он вышел на него. У них беседы было несколько там. Но, что говорил Игнатий Тихонович, он не принимал. Он спорил там что-то там. Про войну особенно он не мог никак принять. Ну, были хорошие такие беседы. И как раз это был 2014 год. Тогда началось противостояние на востоке Украины, на юго-востоке. И он, как патриот России, решил туда поехать. Игнатий Тихонович его отговаривал. То есть, его жизненные ситуации, он уже обучился в семинарии. Но он не знал учения Христова. В Евангелии не знал. В семинарии уже отучился. Он про каноны, про догматы, что хочет, может Бог говорить. Но что Христос от него требует, это он не знал. А это ему сказал Игнатий Тихонович, что Христос. Но вот у него была эта ключевая встреча. Если бы он тогда ее послушал, тогда бы он не поехал туда, на юго-восток, и, соответственно, не погиб. Он погиб после того. То есть, он не принял увещевания, встреча с служителями Христовыми обернулась для него смертью. Он не принял смерть. И у каждого из нас происходит такой выбор. Однажды в жизни. Вы должны оценить, когда он был, когда ты встретился. И сейчас смотри, не отверг ли ты эту сторону. Служители Христовы всегда жизнь делятся после этого на два. Ухудшение, то есть на смерть. Это не отражается в том, что ты можешь умереть или тебе плохо. Это отражается в том, насколько ты будешь стоять в истине. То есть тебя могут Игнать начать. Но теперь у тебя будет совесть спокойная, что ты служишь Христу, а не мамоне, не милиару. А то, что ты учился в семинаре, 20 лет исповедовался, причащался, ни о чем не говорит. Даже ты меньше, может быть, к Христу подошел, чем если бы этого вообще не знал. Это как препятствие тебе, чтобы узнать о Христе. Потому что сегодня очень много препятствий состоит. Как бы, думаю, все покрыто. Куча образов, куча непонятных, которых человек не может найти живого Иисуса Христа. И апостол Павел, с ним лично встретился Христос, когда он ушел в Дамасске. И он выбор правильный сделал в пользу Христа. И стал каким апостолом. Посмотрите свою жизнь. Когда этот выбор произошел в вашей жизни? И если еще не произошел, посмотрите, может быть, он не произошел. Может быть, эта встреча была, но вы отвергли, решение неправильно принято. Когда надо отвергнуться себя. Встреча со Христом всегда предполагает, что человек должен с этим отвергнуться от себя. И взять крест и следовать за Христом. Итак, есть что-то, может быть, добавить к этому, что я сказал? Так, ну давайте тогда я сделаю такое объявление. Нашему интернет-содружеству началось с того, когда у нас появились занятия по Библии. Это еще началось до того, когда я пришел сюда. То есть, может быть, уже лет пять даже прошло. Скорее всего, лет пять. Потому что я только четыре года помню. Это, то есть, наше интернет-содружество, вот это занятие по Библии, это организовало, это была идея Сергея Пупкова. Вот он, Сергей Пупков. И тогда там занималось вот десять человек максимум. То есть, вот, это ему принадлежит эта идея. Ну и потом, впоследствии, проходили занятия. Люди стали появляться. Все больше и больше. Я помню, у нас утреннее правило, допустим, вставало с утра на молитву. Там три человека, пять человек. А сейчас, вот было недавно, вот у нас только по московскому времени в пять утра молитвы утренние, 32 человека было. Сейчас вот здесь, в данном собрании, участвует 78 человек. А бывало на занятиях по 80 с лишним человек. Это еще не все. Они одновременно, люди, заходить не могут. Вот так около 150 человек участвуют в занятиях. И здесь уже у нас стало, то есть, образовались свои порядки. То есть, каждые два часа молитва. Мы молимся за всех. За патриарха, за епископов. Узнаем, если какая-то у кого трудная ситуация, мы молимся. Кто-то попал в вузы, мы молимся о них. То есть, стопоклонной молитвой. У нас образовался сайт. Это все Бог сделал. И человеку это сделать все невозможно. Где там есть все эти правила, и все ответы на вопросы, ресурсы. То есть, все, что вот этот опыт, этот багаж, что накопила община крестовозвиженская, Игнатий Тихонович Лапкин и братья, книги, которые были изданы. Все это Бог и так сделал, что оно перекочевало в интернет. И теперь доступно всем. И здесь в интернете мы уже со всего мира, люди собраны. Они могут сюда присоединяться. Так, сейчас. Игорь, где мне нужно. Да? Да, да, да. Да. Паши. Хорошо, хорошо, сейчас. Игоря Дубунова подключите, пожалуйста. Вот. Немного было. Люди приходят, некоторые уходят. Были, есть всякие причины. Запреты, да. Некоторым запрещено договорить здесь. Ну, некоторые уже много раз нарушали и опять возвращались. Некоторые уже не вернулись никогда. Еще такие короткие. Еще такие короткие. После этого, вот, кого мы знаем, все, это падение вниз идет. Потом мы встречаемся в Потеряевке, приезжаем иногда. То есть, крещение у нас проходит каждый год в июле, где-то, да, там, 10 июля. Полное трекратное погружение. Люди, кто здесь готовится на занятия, у нас туда приезжают, крестятся. Мы вместе собираемся, вместе работаем. Контакты образовались по всему миру. Каждый в своих приходах где-то, у нас есть кто занятия ведет свои, там, катехизаторские курсы. То есть, много-много появилось братьев и сестер. То есть, начали появиться вот такие собрания, вот уже как год идут. И все это увеличение людей, конечно, то есть, так как больше людей стало, и, соответственно, больше отношений становится между людьми различных. То есть, если когда там Авраам был, да, у него там были рабы свои, там, свое племя, там. И как-то еще можно было управляться все-таки. Мало людей-то было. Ну, когда уже из Египта, уже когда еврейский народ в Египте-то возрос, и там уже миллионы человек стали, и Господь их выводит, и Он дает им закон. То есть, как ограду. Потому что уже много отношений всевозможных, уже все разные люди. И нужен какой-то единый порядок. У нас в группе были маленькие, небольшие правила здесь. Ну, они были многие негласные правила, как бы не то, что негласные, не записанные. То есть, они действовали, но не записанные. И уже мы пришли сейчас к тому, что без правил не обойтись. Без правил строгих, которые будут ограждать или давать права, обязанности людям. И сейчас были разработаны новые правила, которые будут включены со вторника, вот со следующего вторника. Новые правила интернет-содружества здесь готовы. Здесь уже сейчас я их зачитаю. Они потом будут выложены на сайте. Тут мы сбросим. То есть, все должны прочитать и сказать, то есть, написать, что все, аминь, согласны. Ну, кто не согласен, тот не согласен. Он не может находиться в содружестве в этом, если он не согласен с правилами этим. Эти правила были приняты уже, то есть, непосредственно старшими братьями многими, то есть, сестрами, кто здесь давно, с основания самого этого интернет-содружества, кто имеет опыт этот. И одобрены, благословены Игнатием Тихоновичем в том числе. То есть, вот так вот. Ну, это, кто, конечно, имеет какой-то духовный опыт, те оценят и скажут, что действительно этих правил не хватало. Поэтому сейчас я их буду зачитывать. Послушайте. Так, видно? Хорошо видно. Итак, правила интернет-содружества во свете Библии. Сразу говорю, если какая-то, может быть, какая-то ошибка или еще что-то, это все исправимо. Ну, бывает что-то там. Первое. Добавление в группу разрешается только после ознакомления с правилами группы, после чего новый участник должен написать в чат, согласен, обещаю выполнять данные правила этого сообщества. Если участник с чем-то не согласен, то добавлять его запрещается. Первое корректина 14.40, Деяние 5.13. Каждый, через кого приходит, да, кому пишет, должны вначале этого человека ознакомить и дождаться от него вот этого согласия. И только после этого джеймого можно добавить на занятие. Второе. В профиле скайпа необходимо установить свои настоящие имя и фамилию на русском языке и свою фотографию. Кстати, вот на русском языке не обязательно, что на русском. Можно написать на английском. Ничего страшного. В профиле скайпа написать свои настоящие имя и фамилии, свою фотографию. Где хорошо видно ваше открытое лицо? Как на паспорте. Ну, чтобы было видно лицо. Собственно, не так там как-то сбоку там или там в самом далеке. Жены на фотографии должны быть покрыты, с покрытой головой. Использование ников и аватарок запрещено. Под аватаром явился сатана в Еве, Еве в раю. То есть, он же не под своим видом, какой он есть, он в змеи был использован. То есть, не так, никто он есть на самом деле. Ну, и животное использование, творение Божие. Евангелие Туана 8.44. 1 Иоанна 2.21. То есть, у нас это не приемлемо, ни ники, ни аватары. Все как есть открыто. Третье. В течение шести месяцев после вступления в группу новый участник не имеет права писать в общем чате ничего, кроме вопросов. А также не должен вести молитвы. То есть, ведущий молитвы он не может в шесть месяцев быть. И никаких заявлений делать. Ничего он не может. Только может писать вопросы. Вопросы дописал, получил ответ. Разрешается, весьма рекомендуется задавать вопросы голосом ведущим братьям Игнатию Тиховичу Лавкину после занятий по Святой Библии. Или после общих молитв. То есть, вопросы можно голосом задавать. Так, я бы его представил, что разрешается писать благодарение. А, да, да, да. Благодарю, брат. Разрешается писать благодарение и приветствие. То есть, приветствие, там, мир всем, это все можно, да, там, спаси Христос, благодарю за молитву, все это писать можно всем. Также свои вопросы можно передавать через постоянных участников, поручителей, написав им в личном сообщении. А они уже передадут далее. «Пришедшему из пятидесятников харизматов запрещается писать и говорить не менее года, пока опытные братья не убедятся, что человек точно раскаялся и свое говорение, моление на языках признал не иначе, как беснованием. То же самое и для пьяниц. То есть, пьяницам тоже один год нельзя разговаривать. То есть, кто пришел из греха пьянства, ну, или вучит с этим, то им разговаривать ничего нельзя». А про блудников будет? Будет. Ага. 1-й, 4-й, 4-й, 8-й, 9-й, 7. Да. «Запрещается быть ведущим общих молений и молитв». Кому? То есть, у нас проходят моления, молитвы, да, каждые 2 часа, утренние, вечерние правила. Им, то есть, не всем. Если здесь присутствовать по занятиям по Библии могут все присутствовать, да, если они подчиняются этим правилам, то быть ведущим не все. Кто не могут быть ведущими вести молитвы? Бритам, подстригающим города, Левит 9, 27. Сестрам, которые не покрывают свою голову на работе и на улице. 1-й, 1-й, 11-й, 5-й, 6-й, 6-й. Ходят в мужской одежде, штанах, джинсах и брюхах. Тарзакойн, 22-5. Красящим волосы, ногти, лица, как враждующим против Бога. Бог создал человека совершенным, а портите его творение. То есть, враждуйте против его творения. Таковым запрещается быть ведущим в молитве. 1-я Иоанна 2, 15, Якова 4, 4, 6-й. Вселенский собор, 96-е правило. Далее. Кому запрещено? Живущим в блуде, при любодеянии, в незаконном втором браке, в незаконном, подчеркиваю. То есть, второй брак может быть у человека законным. При живой, первой жене уже. То есть, они живы, это был венчанный брак. После крещения здесь уже это все незаконно, и такой человек не может молиться. Матфея 5, 32, 1-й калин, 7, 39. Не оставившим слушания рока, рэпа, попсы, играющим в компьютерные телефоны игры, в карты и азартные игры, не оставившим сквернословия, занимающихся танцами, фигурным катанием, художественной гимнастикой и подобными видами утонченного разврата. Таковы не могут вести моления быть ведущими. Пока не оставят это. Далее. Торгующим сигаретами, алкоголем и другими наркотическими вредными веществами и предметами, причиняющими вред здоровью как телесно, так и душевно. То есть это в пятерочке человек работает кассиром, администратором, танкомет по обычной пище еще и сигареты и алкоголь. Христиане не могут этим заниматься. Поэтому молиться они не могут. То есть быть ведущими не могут. Но присутствуют на молениях могут. и как бы совместно. А также получающим доходы путем обмана. К примеру, смотря на достаток покупателя или на его неосведомленность и в связи с этим завышающий или занижающий цену. Ну вот такие работают там ДНС во всяких там МТС пивайных там да они знают что не осведомлены в страховых компаниях могут так работать люди в банковских сферах то есть или предлагающий ненужные ему услуги и товары или специально создающие условия при которых ему понадобятся эти услуги и товары. Ну такие бывают ездят там окна предлагают им окна менять не надо а они говорят надо менять там к примеру там счетчики водные ну там так делают что то есть как будто они нужны эти счетчики а они могут быть не нужны ну кучат всяких таких мошеннических работ таких христиане работать не могут и поэтому и молиться не могут быть ведущими в молитвах и так же военным военные у нас тоже не могут быть ведущими в молениях притча 111 притча 1611 притча 2010 притча 2023 пропускающим богослужения три воскресения подряд без уважительной причины то есть если ты пропустил и ты отпал человек пропускает то есть ни во что ставят эти воскресные дни то конечно он не может вести у нас молитвы не признающим Иисуса Христа как истинного Бога истинного человека в одной личности в котором соединилось божество и человечество не слиянно и неизменно не раздельно и не разлучно то есть догматы не признающим святую Троицу как единого Бога в трех лицах Отец Бог Сын Бог Святой Дух Бог не три Бога один Бог одна божественная природа и три лица кто сие не признает тот является еретиком с которым запрещается молиться Ефесянам 4.13 1.5.7 Матфея 28.19 Несоблюдающим православные посты Великий Рождественский Петров Успенские посты а также среду и пятницу Апостольское правило 69 6. Вселенский собор 58 правило Тимофея Александрийского правило 8.10 Новая Скрежа страница 248 Читая Апосте 1.1 Калифе 4.16 Итак дальше Пятое правило Людям особенно недавно пришедшим нужно внимательно следить за собой чтобы не судить братьев принимающих решения а также не выступать адвокатом тех кому делаются замечания или накладываются ограничения стараться меньше говорить и писать но все время учиться все время учиться и все материалы есть на сайте не искать тех кто вам будет ласкательствовать 2 Петра 3 глава 15 по 17 стих помнить на все что вы здесь получаете был положен огромный труд многих людей и человеку самому невозможно это сделать без помощи свыше 2 Тимофей 3.7 то есть у многих дерзость и они получают потому что не знают какие труды подположены если бы им открылось это они бы молчали и учились а так как не знают и думают что все такие же как они пришли такие с балды с блудной жизнью с мира простого ничего не делали полезного и вдруг о божественном могут умничать что-то говорить такого не должно быть это не так это все огромные затраты это жизнь положенная на служение Христу поэтому спорить здесь у нас дальше будет написано запрещено то есть оценивай свою жизнь какая она была до того когда ты пришел еще какой у тебя опыт есть и с другими те у которых другой опыт и сюда это привносить свой старый опыт он не нужно это запрещено разведенным женам то есть если разведенная жена запрещается писать что-либо укорительное получающее оценочное в отношении любых мужей мужчин и их действий как в общем чате так и в личных сообщениях между участниками чата и уда 1-16 разведенный мужья то же самое но только в отношении уже он женщин то есть все эти обиды они не должны сюда больше переноситься забудь просто про это и все забудь про как бы тут уже на человека положено как бы как клеймо что как правило лучше ему уже не выражаться на эту тему женщин и женам то же самое нарушившим то есть женам разведенным так нарушившим данное правило автоматически запрещается писателе говорить в группе 30 дней то есть нравится не нравится к примеру что сказал какой-то брат но если ты разведенный тебе нельзя ничего в отношении него говорить и другим говорить тоже имеется ввиду то есть передавать эту информацию протерпи до последнего до смерти протерпи потом уже все эти ограничения спадут женам созравшим мужей укорами так что последние умерли или живут как умершие так же не рекомендуется выступать в чате с поучениями то есть это даже у него муж может быть и неверующий но если не зная его жрет если не можешь себя сдержать то в чате лучше не выступать с поучениями потому что христианское учение оно по-другому учит всякое же оно должно всегда помнить слова божественных в писании еккнезиат 7 глав 26 по 28 стих 1 Тимофей 2 глав 12 по 15 стих 1 калиф 4-34 и Фессиан 5-23-24 жена поедающая мужа поедает свою голову переписываясь в личных сообщениях помни что все записывается у Бога и все тайно сделается явным ничего не надо там тайно что-то против кого-то что-то собирать переписнуться ты всегда представь если сейчас ты можешь пиши такие сообщения другим личные сообщения такие что ты всегда мог выставить это сообщение другим показать то есть никогда не пиши то что ты не можешь показать другим я имею ввиду такое вот что из близких из братьев это наушничество называется когда при всех людях начинают шептать другому ГУХА вроде они как будто там а другие дураки Марка 4.22 Лука 8.17 Ефесянам 5.13 потом каждый может поверить все эти ссылки запрещается в чате распространение еретических сектантских и вредных учений Титут 3.10.11 1.5 5.14.13 2.Иоанн 1.10 2.Петра 2.10 2.Фессалоникийц 3.14 Запрещается спорить спорить спорит тот кто ничего не знает а тот кто знает возвещает истину то есть опытные братья те кто здесь давно они если что-то пишут то это уже многократно со всех сторон было рассмотрено молодые или кто-то недавно заходит начинают спорить то есть для них этот вопрос только встал они его не изучали ничего не знают но начинают свои знания как неправильные выставлять на показ а ты подумай то есть они спорят а тот кто им показывает истину тот не спорит то есть апостолы были они утверждали истину а с ними спорили форисеи с ними спорили там иудеи а они не спорили спорить запрещено 2.Тимофей 3.5 Галатам 5.12 Галатам 5.20 Римлян 16.17 Людям плохо знающим писания плакования святых отцов а также плохо знающим учения церкви которые как правило цитируют писание святых отцов не в попад не по делу усмирять себя молчанием и больше читать особенно сайт вот сайт ссылка здесь ну никаких ты не можешь прещений но сам сам себе оцени плохо знаешь больше молчи имеется ввиду больше молчи в поучении а не в вопросах если не знаешь задавай вопросы вопросы задавать можно и нужно и чем больше тем лучше чтобы потом дойти чтобы потом не задавать вообще вопросы если сам можешь изучать сам изучи на сайте все есть человеку нужно два года чтобы научиться говорить и вся жизнь чтобы учиться молчать не скажешь один раз а не скажешь один раз пожалеешь скажешь сто раз пожалеешь если на ваш вопрос вам сбросили ответ в виде статьи или главы книги или ролика или аудиозаписи то пока не изучите внимательно весь материал и не обдумайте ничего не пишите по этой теме то есть бывает так человек задал вопрос там что-нибудь про крещение да ему сбрасывают голову книги там в истинном крещении а он сразу даже не прочитал сразу пишет на провержение а вот то вот все то есть пока он не прочитает он не может писать если он будет не прочитав будет писать а когда пишет сразу понятно прочитал он или нет это за это будет получать предупреждение а если будет дальше нарушать удаление или запрет то есть вообще наговорить чтобы человек писал и после этого удаление второе восьмое ропотники осуждаются богом и людьми не ими пять шесть если есть какие-то недопонимания недовольства обиды или претензии не распространять их среди других и не быть наушником переносчиком то есть не надо ты можешь что-то не понимаешь не передавать другим ну ты можешь как вопрос сказать а как это во свете библии оценивается а что вот это правильно а почему так ты такой вопрос можешь задать и опытным братьям но не передавая не опытным которые ничего еще не знают ты свое передашь и их отравишь притча 16-28 притча 18-9 притча 26-20 притча 26-22 спросить у старших братьев или у Игнатих Лапкина в случае какого-то недоумения то есть легче же спросить у тех кто уже давно как позвонить Игнатих Лапкину на ссылку конфликтные спорные вопросы а также жалобы разрешаются опытными братьями изведанные в духе святого то есть отобранные специальные братья будут которые безукоризненные репутации которые там несколько будут и которые если какие-то вопросы невозможно разрешить будут они будут им заниматься но дальше там написано будет без совета с администрацией группы под страхом анафемы не обращаться с жалобами к мирским властям по делам связанные с этой группой 1-й калифином 6-5 ну и зачем не должно быть ничего такого далее 9-е о политических событиях разрешается писать и высказываться только во свете святой библии и только верным крещенным христианам запрещается злословить мирские власти священства и одобрять мятежи исход 22-28 иуда 1-8 2-й кита 2-й кита 1-й кита 2-й кита 2-й кита 6-й кита притча 24-21 притча 29-8 злословить запрещено то есть говорить неправду зло о них то есть кривитать обзываться проклинать участвующие в мятежах митингах народных волнениях гражданских противостояниях даже если их возмущение справедливое не могут находиться в старых христианах то есть были у нас такое вот когда там в 20-м году в Белоруссии были всевозможные возмущения да и были даже у нас кто тоже увлекся этим в Средстане крестьян такие находиться не могут то есть никак это говорит о том что земное отечество ты поставил выше небесного вот эти все местописания говорят о том что с мятежниками не сообщаться то есть Бог поставил преграду 10-е правило удаление из группы происходит после одного или нескольких нарушений данных правил и других правил христианского благочестия которые не описать то есть все правила все же не опишешь перед этим делается одно или несколько предупреждений также администрация может оставить вас в группе но наложить молчание время молчания определяет каждый раз исходя из ситуации видя ваше нежелание спасать свою душу и тлетворное влияние на других участников администрация может продлить срок молчания если видно раскаяние исправления срок молчания может быть сокращен по ходатайству поручителей или решению администрации так дальше недавно при долгом отсутствии на молитвах и занятиях по слову Божию участник перемещается в резервную группу из которой он всегда может вернуться в основную группу во свете Библии ну то есть бывает человек он уехал куда-то там в деревню связи нету ну какая-то ситуация ну вот его не было три недели к примеру и его вполне могут убрать потому что там 200 человек когда 200 подходит людям уже скайп начинает тормозить и мы вынуждены вычищать и есть создана резервная группа куда тех кого удаляют туда они попадают в эту резервную группу и там в любой момент он когда он вернется он может написать добавьте меня назад и его обратно вернут то есть если вы вдруг там зашли в скайпе и оказались не видите группы да основной не не удивляйтесь там не пугайтесь да это не значит что там не знаю вы что-то нарушили или что-то плохо просто-напросто напишите чтобы вас обратно вернули и все в эту резервную группу в резервную группу напишите 12 недавно пришедшие некрещенные или облитые которые изъявляют желание принять крещение по вере в Иисуса Христа как своего спасителя и искупителя должны иметь двух поручителей из верных христиан нашего сообщества к крестиному крещению ссылка после основательного изучения нового завета с толкованием феофилакта изучение православных догматов ведения христианской жизни сомнения постов посещения богослужений участия занятий и молитвы благо вести забыли оглашенные проходят собеседование на котором испытывается и исследуется их вера далее священник получает характеристику от совета сам беседует и спрашивающим с испрашивающим получить святое крещение принимает решение готов человек или нет ну это уже вот как люди у нас готовятся здесь с нами на занятиях да по библии а в потеряевке проходит крещение каждый год и туда люди едут и там совет из уже местной общины проходит да вопросы задают и на этом совете дается как бы характеристика рекомендация для священника допускать этого человека или не допускать священник священник сам принимает решение вы многие видео уже видели как это происходит собственно говоря но вот вся подготовка она начинается здесь в интернете сегодня у нас если человек готов над ним совершается таинство святого крещения соблюдение всех необходимых условий с него стороны и канонов православной церкви по вере бесплатно и в полное трекратное погружение обязательно находясь в своем городе и ходя в свой храм оглашенные должны выходить в притвор вместе с оглашенными на возглас оглашенные за дети присутствовать во время причастия и тем более причащаться строго запрещено 1 калифанам 11 глава 30 стих поручители обязаны поддерживать общение с оглашенными и поучать их готовя к крещению ну а поучами соответственно и слушать все опытные давние участники должны следить чтобы никто из вновь пришедших не остался без поручителей 14 правило удаленные за нарушение правил если желают спасать свою бессмертную душу для вечности и вернуться в группу должны от руки написать обещание молчать в наших группах в течение одного года поставить дату фио и свою подпись потом нужно сфотографировать себя вместе с письменным обещанием в руках чтобы отчетливо был виден текст и ваше лицо и переслать это администрации то есть если вас удалили за нарушение назад вернуться можно только через письменное обещание молчания на год с подписью и фотографию прислать от администрации администрация не имеет права распространять данную фотографию среди других участников и где бы это ни было то есть эту фотографию знает только администрация имеет у себя и как только человек возвращается это все администрация удаляет когда человек то есть все он выдерживает этот год пятнадцатое верные братья и сестры которые много делают и уже сделали должны помнить слова Господа так и вы когда исполните все повеленное вам говорите мы рабы ничего не стоящие потому что сделали что должны были сделать рука 17 10 помнить что Бог и из камней может воздвигнуть детей Авраму от Фея 3.9 и если праведник отступит от дел праведных то не помянутся ему никакие добрые дела из Икиилия 33.12 приводить себе на память из какой ямы их вытащил Господь то есть всегда нам полезно об этом вспомнить кто ты был и кто ты стал не превозноситься почему кто думает что он стоит берегись чтобы не упасть в первоколимферном 10.12 имеющему меньше дарования от Бога не завидовать тому кто умеет больше не завидовать тому кого любит больше не завидовать простодушным подобно Милосифу милостивому не завидовать а сорадоваться послание филиппийцам 2.17 признаки зависти здесь можно дополнять некоторые ожидания ошибок или падения ближнего то есть человек ждет где он ошибется чтобы это все признать задач чтобы доказать для себя что я то лучше предвзятых поиск непоследовательности в действиях ближнего то есть непоследовательность поиск того лицеприятия то есть ты думаешь что ты его лицеприятель ну допустим ты с одним так а с другим так он ты ищешь как бы ищешь у него вот эти недостатки как тебе кажется при малейших ошибке малейшей ошибке ближнего вываливая на него и всех остальных обид то есть что-то человек ошибся где-то да и все и поехало на него и уже не остановить даже это говорит это говорит ну как может быть и зависти даже видение в каждом его действии скрытого подтекста ты сказал а тебе приписывают то что ты не говорил не имел даже ввиду за каждое слово цепляются нет страшнее этого недуга завидующему человеку крайне трудно признаться самому себе в этой страсти в таком состоянии нельзя причащаться телу и крови господа 1 калифон 1130 16 правило если какой-либо человек пришел в группу через какого-то брата или сестру прежде чем делать ему наставление в общем чате посоветуйся с тем через кого он пришел не старайся сразу при всех обличить его но сделай это в личном сообщении согласовав это с тем через кого он пришел иначе в случае твоей бестактности обидишь и того кто пришел и того через кого он пришел чтобы привести обратить человека нужно множество талантов чтобы отвратить ни одного осознавая ответственность за каждую душу не торопись делать замечания превышающую меру вместимого христос пролил свою причистую кровь не для того чтобы ты своим медвежьим поведением души отвращал за грубые нарушения правил ну или заповеди понятные нравственности да или повторные замечания делать то есть или повторные нарушения правил замечания делать немедленно можно и нужно то есть это не значит что нельзя всем можно делать замечания за нарушение правил за грубые нарушения и христианских правил это можно и нужно также ознакомлюсь с правилами группы можно и нужно всегда и каждого участника обо всех нарушениях правил всегда докладывать стражу поставленному следить за порядком смотрите Смотрите, будет название у нас. Смотрите. Да, точно. Смотрите. Наблюдатель. Наблюдатель. Да, наблюдатель. У нас наблюдатели-исполнители, потому что можно так же и здесь тоже сделать. Наблюдатель-исполнитель. В чем исполнитель? Он наблюдает и исполняет, то есть советуется с администрацией через братьев, через Игнатья Тихоновича. Говорит, что он увидел и дальше исполнил, то есть сказал. А теперь администрация будет вносить уже, если надо. Как раз да, вот об этом сейчас и речь. Разрешение конфликтных вопросов. Они возникают сейчас постоянно и тут уже не обойдешься. Не было такого месяца, чтобы не было у нас в интернет-содружестве какого-то вопроса, а то и несколько. Да, но тут даже доходит, вообще-то, он длятся иногда месяцами уже. Поэтому было решено, что будут советы определенные, собранные из мужей, которые будут принимать непосредственно решения. Под председателем Игнатия Тихоновича, конечно, то есть сложные самые, то, что когда решить нельзя, обращение будет к нему происходить. Ну и под его контролем. Но остальное братья смогут разрешить. То есть сестер там не будет, только братья. Некоторые. И то только, то есть без, которые безукоризненно, можно сказать, репутации. Брат, годами длятся, не месяцами. Годами. Да, если годами. Да. Если вы считаете, что против вас согрешил ближний, то вначале помолитесь и подумайте, и посоветуйтесь, точно ли это так? Может, ты не так видишь это? Иго 18.2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 6. Если по вашему это так, то вы говорите ему это. То есть ты обречи его, скажи ему. Если он просит прощения, то простите и никогда более не напоминайте ему, не говорите другим. То есть если человек попросил прощения, он, если твой брат, то ты, кажется тебе искренне, не кажется тебе искренне, ты обязан его простить. И не напоминать ему уже. То есть он, и другим не говорите об этом. Ага, вот тогда и сюда. То есть если ты простил, то тут все, ты должен поставить на эту точку, чтобы дальше это не распространялось. Лука 17, глава 3, 4, 10. Если он не послушает вас, то расскажите другому брату или сестре и вместе вещайте ближнего, вдвоем или втроем. Матфея 18.16. Если же их не послушает, то обратитесь все вместе в совет братьев. Вот в этот будет. Совет обязан деятельно рассудить все подробности дела и намерения. Если совет примет решение, что вы должны уже, если совет примет решение, то вы должны уже принять его. Решение может быть не в вашу пользу. То есть совет решит, а оказывается, что будет, что виноват-то не та страна, а это наоборот. То есть если уже дошло до совета, то если какое решение там принимается, то ты должен принять его как уже как от Бога. Но если действительно некто согрешил и не кается, и после этого увещевания совета братьев, то есть не попросит прощения, если даже ошибся, то таковое удаляется из группы. Матфея 18.17. То есть он себя уже выше поставил. Может быть ошибка. Может быть и ошибка тоже может быть. Такое бывает. Что и даже может и совет ошибиться. В таком случае... Такого не было, брат, чтобы совет ошибся у нас. А у нас сестры входят туда. Еще ни разу не ошибались. И он не так часто собирается. То есть совет редко ошибается. Дело все в том, что надо будет еще тут спросить. Игнать Тихонович будет, батюшке будет задаваться этот вопрос. То есть тут не просто так. Ответ будет. Будет ответ. Верю в это. В совете братьев состоят специально отобранные на это дело верные братья, изведанные в Духе Святом, имеющие подобные опыты и безупречную репутацию, выпрашивающие ответ на молитвы и сверяющие постоянно с Библией и учением православной церкви. То есть будут где-то три брата там, да? Они могут... То есть они принимают... Три брата, наверное, брата. Нет, слушайте, они... То есть непосредственно они занимаются разбором. А привлечением они привлекать могут опытных братьев других, которые им помогут. А составлением непосредственно, то есть занять, там же не могут десять человек этим заниматься. При каких-то братах только будут максимум это. Они принимают непосредственно все дело, это делают, исследуют и все. И привлекают в качестве опытных других людей. То есть они там могут и сестру привлечь какую-то, и всех, и остальных. Там священника. Но ответственные за это будут три. Ну, я три это сказал так как бы наугад, может быть, не три. Лучше семеро, а эти семеро выберут троих или двоих, кто будет заниматься. Просто прямо из себя. Три человека только есть безукаризной репутации. Ну, у нас поэтому, естественно... В смысле, что все три личности этих всех устраивают. Никто против них ничего не скажет. Ну, это должен быть совет голосования. У нас так проходило это. Дальше. Помощь нуждающимся. Объявление о помощи нуждающим в группе может делать только администрация и специально назначены это люди. Создана группа сестер, занимающихся работой с нуждающимся, и к которым можно обратиться. То есть это самая старшая группа, это Ксения Юрова у нас. Туда также входят Ксения Каримова, Екатерина Семенова и Наталья Усатая. То есть вот к ним можете обращаться. Они непосредственно этим занимаются. Это нужно назвать сестричеством. Как у нас в общине сестричество есть. И старшая сестра сестричество. И здесь также тоже назвать сестричество. И совет сестричества. То есть сестры это вот сестричество. У них есть совет. И может быть старшая сестра. Вот так. И это действенно очень. Да, это так и примем. Тоже, думаю, как назвать. Действительно, сестричество просто. Потому что, сестры милосердия, не знаю, мне не нравилось, а вот сестричество, да. Рекомендации. Как молиться? То есть, всему прославляйте Бога в телах ваших, в душах ваших, в которой суть Божия. 1 Кориффиным 6.20. На молитве стоять благоговейно, ноги вместе, не подгибая, не оглядываться. Руки не держать сзади. Сзади и неопущенными. Поклоны строго по уставу. Правильно. Числу действий богослужебных, служащих прославлению Бога в телесах наших, относится следующее. Стояние. Колено преклонение. Поклоны малые, поясные и великие, земные. Главы преклонения. В изделии рук. Крестное знамение. Встань благоговейно, представляя себя перед всевидящим Богом, и сотвори живую молитву к живому Господу. Не обращаться к владыке владык дерзко, с ропотом в голосе, как недовольный жены к мужьям, или как командир обращается к подчиненному. Привыкшие всегда говорить по-мирски и в молитву вносят это. Слова молитв произноси без поспешности и со вниманием сердечным. Мы не читаем и не вычитываем молитвы, а мы молимся живому Господу. Ну, то есть мы их читаем, но имеется в виду, мы молимся. Не то, чтобы ты только читаешь, ты должен молиться. В Святой Библии и молитвословах нам доступны слова, с которыми обращались к Богу наши братья, жившие ранее. Святые, то есть. Моляясь такими же словами, мы должны не просто произносить это, но и понимать смысл изреченного и испытывать те же чувствования. Стараться испытывать те же чувствования. Что непонятно, требуется следовать, вникая в содержание. Мы должны понимать, о чем молимся. На русском языке надо было где-то вставить, а то приходят многие, и церковно-славянская, они другого не знают. Или русскими буквами написано церковно-славянщина. Спрашиваешь, есть молитва на русском? Есть. А потом начинаешь, когда говоришь где-то. А там вот непонятно, там многое и так далее. Выясняется, а понятно, русскими буквами церковно-славянщина написано. Ну, у нас это свободно в этом смысле. У нас и на церковно-славянском, и на русском. Но оно меняется постоянно. Поэтому у нас нет правил. То есть на церковно-славянском читаем, но потом и на русском читаем. И чтобы люди в итоге знали, и тот, и другой. Потому что мы все-таки тут среди православных, русской православной церкви. И тут, если вообще не читать на церковно-славянском, то вообще выпадешь. А здесь, если об этом не написать, то тогда и не получится так стройно, как ты же сказал. Мне объясняли, мне объясняли это. Я специально молитвослов брал на двух языках потом. Сейчас правила объявляются или вырабатываются? Эти правила уже на вторник начинают работать. А, ну, естественно, еще, как бы, доработка в ней какая-то может быть. То идет диспут какой-то, что так или так делать. Если вырабатывается, то кто-то может свои предложения как-то предлагать. Если объявляются, то все молчим давай. Принимаем, как есть. Эти правила вот сейчас уже объявляются. Я сейчас говорю. Если что-то дополнить, что-то, это еще можно будет. Потому что это же, мы же не в предприятии какое-то. Ты сделал, дату поставил, и все, теперь не трогай. Если бы только о тех, кто у нас, брат, тут бы все понятно было. Вот мы не читаем и не вычитываем молитвы. Мы молимся живому Господу. Если этот человек только пришел в православие и будет читать по-церковно-славянски, ни к чему, ни к какому живому Богу не придет. Это уже проверено всеми. Я с сестром у нас, любительницы были, давал церковно-славянскую. На церковном-славянском, ну, как обычно, а не даст там. А я говорю, а теперь объясните в чем. Никто не объясняет, никто до конца. Начинают читать на русском языке. Они говорят, а ты что нам читаешь? Все понятно? Я говорю, так это русский перевод того, что вы сейчас читали. Да не может быть, чтобы так было понятно. Вот. Кажущаяся, а оказывается совершенно непонятная. Ну, это ты тоже понимаешь. Я знаю, но давно не понимают это. Поэтому у нас это тут постоянно чередуется, церковно-славянский и русский. Ну, я ничего не чередую. Ну, я просто читаю на нем, как чтец в храме. Я много читал, и я церковно-славянский не читаю специально. Все, я его поизучал. Дьяченко слова прошел весь. Все, мне достаточно. Он мне не нужен лично. А тебе нужен будет еще как согласен. Можно еще вставлю? Нет, подождите, сейчас до кончика. Уже все, они кончаются. Насчет опоздания на молитву надо сказать. Есть у тебя такое правило здесь? Нет, конечно. Предложи, тут интернет. Какое тут опоздание. Ну, пораньше начинать вызывать? Нет, нет. Это никак. Невозможно будет это исполнить никак. В конце молитвы прославляем Троицу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молясь, не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Отвершиеся. Сорок раз Господи помилуй произносить не надо. Филиппицын 4, 6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. В молитве не искать своего, а всегда сверять свои желания и чувства с тем, как смотрит на ситуацию Иисус Христос. Всегда искренне добавляйте, да будет воля Твоя. Так, ну вот. Вот эти правила принимаются уже со вторника. Они начинают работать. Я считаю, что там, где вот говорилось о пьяницах и... Там, кто там эти... Харизматы. Харизматы, да. Туда нужно блудников добавить. О любителям, ребята, рассказывать о своей страшно-греховной жизни. И еще обязательно... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, 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 да. Согласен, согласен. Я точно так и есть. Надо добавить туда. Я уже нарывался здесь на них. Ну, кто-то слышал это все. Зачем они нужны? Так, и давай, Астахов, что-то сказать хочешь. Там брат Игорь Владимирович хорошее предложение. Можно как-то так сформулировать, что мы обращаемся, когда к живому богу, то этому хорошо способствует молитва на русском языке. На церковном славянском тоже молимся. Но этому хорошо способствует молитва на русском языке. Вот как-то так написать. Да, даже я уже понял, понял. Добавить можно будет, да, я согласен. Сказали, что у нас свобода в этом. Понятно. Церковно-славянский русский. Да. И еще сюда добавить место писания о четвертом определении Всероссийского собора 1917-1918 года. Там как раз об этом говорится. Что там говорится, что церковно-славянский остается, но для лучшего понимания русский язык. Ну, так же, как вот мы Мерки-Сарийский собор там добавляем, Ганговский. Здесь добавить определение, четвертое определение собора, российского собора православного, такого-то 1917-1918 годов. И пускай люди читают, чтобы понятно было. Можно ссылку сделать. Я бы сказал, у нас даже упущение. У нас нету ничего здесь о том, что в церкви у нас допущены вот эти три основных отступления. Вообще ничего нету. Такое впечатление, как будто, ну, есть Московская патриархия, да, и дышла в ней. А на самом деле вот это очень важное было. Поэтому вот это четвертое определение, оно у нас немножко хотя бы к этому декларации митрополита Сергия подвигает к экуменизму этому и так далее. Там вот если там дальше начать разбираться, то там вот эти вопросы вылезут. И, конечно, тех святых, которые были против Сергия, выступили. И епископы, многие, десятки епископов, которые были казнены за то, что они не приняли декларацию. Я даже думаю, что 80% святых после революции именно на антагонизме большевиков к тем, кто остался верен Тихону, патриарху. Ну, да. В общем, смотрите, эти правила уже во вторник принимаются. Там уже отдельно какие-то, ну, по каким-то вопросам мне в личном можете написать, в личном сообщении. Не на общем сходе, а в личном, да. И там уже там через антитихно еще там это будет рассмотрено, чтобы это добавить туда. Ну, такие имеются в виду большие какие-то ключевые моменты. А такие, конечно, по мелочи там где-то подправить, это другой вопрос. Это всегда можно. Самое еще другое, второе объявление, важное в связи с этим, в связи с тем, что принимаются новые правила, объявляется амнисия всем тем, кто находился под каким-либо запретом, в молчании у нас в группе. То есть все, что было до этого, все теперь снято. Заново начинается. И вот эти правила уже начинают работать. То есть каждый там оцени, в какой момент он пришел, что за ним стоит, то есть кем он является и как ты под эти правила подходишь. То есть это касается тех амнисий, кто у нас тут в группе был и всегда старался в нее попасть. А не тех, кто, допустим, и объявили в молчании, да, нельзя ничего говорить. А он все тогда и не надо обрушить. Таким запрещено. Так же запрещено врагам, те, кто наушничали уже, то есть, уже замечены за наушничеством. Таким запрещено сюда приходить. То есть это только тем, кто исполнял те наказания, которые им были даны. Тем объявляется амнисия. Роман Фройликов, ну, еще другие братья, которые исполняли. Тут пишут, мне непонятно, почему правила не обсуждали всеми братьями, а нужно принять и все. Ну, вот непонятно. Потому что обсуждали эти правила не через всех, а совет братьев непосредственно с Игнатием Тихоновичем, и это около 20 с лишним человек. Естественно, те, кто изначально тут были, вот и с теми, обсуждать будешь бесконечно больше обсуждать. Тут обсуждать должны только те, кто имеет вот опыт большой, имеет опыт в построении общины, в общине, кто там уже. Те, кто читал эти книги всех, те, кто в этом участвовал. Поэтому вот эти все правила, они приняты непосредственно опытными людьми, которые... Чувствуется, что братья потрудились, молились. Ну, прям такое печенье, как будто бы я сам это набросал. И попросил братья. Это и есть. Эти правила приняты. Тут многие пишут. Мы вырезали наши мысли. Это так мало, как в воздухе. Жена моя не даст соврать. Я говорю, Марин, последнее время не выходил на Содружество. Сегодня выйду и все расскажу о всех, кто там в переписке сейчас последние. С Лаурой там и так далее. Но я до такой степени возмущен. И на полном серьезе. Сестры там. Ну, такие у нас они любвеобильные. Прям ужас какой-то. Братья там тоже, вот, брат Николай. Ну, на полном серьезе что-то обсуждают об этой Лауре и так далее. Ну, что непонятно, блокировать надо и все. Там вот сатана вошел уже. Там же поспал. Мой что-то. И все смотрят на это. Ну, я даже не ожидал, что прям сейчас услышат то, что надо было прям вырабатывать. Ну, тут выработали уже. Ну, я понимаю, Игнать Тихонович, он опережает. И, брат, еще забыли добавить, что оглашенных, этих, ну да, кто будет оглашенными, чтобы они заранее себя определяли оглашенными и до победного не тянули. И если дотянут, ни в коем случае не принимать их. Не везти в потеряйку. Не надо их туда. Потом опять сидишь и ничего не знаешь. Он пришел, только пришел. Да, я когда решил? Вот, пять минут назад решил быть крещеным. Хватит этим баловаться уже. Добаловались. Заканчивается крещение. На следующий день все, трех-четырех нету. Сидят, улыбаются тебе там. Настроение поднимают себе. А потом начинается опять это. Поэтому надо, ну, как-то относиться к этому и назначать поручителей. Об этом тоже ничего нету. Это вот то, что, помнишь, я еще потеряю тебе говорю. Брат, нужно назначать прям поручителей, чтобы какой-то братский совет был, который прям будет назначать людей. Вот как я рассказывал, как мне Игнать Тихонович выбирал поручителя. А потом я уже другим выбирал, там, ко мне приходят. Ну, в основном Игнать Тихонович, он еще жив, слава тебе, Господи. И поэтому ответственность, это ответственно, прямо хочу сказать. К этому не надо относиться как попало. Вот у меня был поручитель, ой, я был поручителем не крещеного Антония Гермолина. Он крестился, и мы с ним постоянно в воскресенье выходим на полчаса, на час, когда больше такового братья к себе даже привез по моей просьбе. И мы там беседовали, которые наукрещенные были. Я постоянно его поддерживаю, а он меня поддерживает, и вопросы какие-то, и все. То есть прекрасно все. Надо серьезнее относиться к этому. Тогда будет настоящее братство. А то, где братья-то возьмутся, которые им такое доверие, там, и так далее, всеобщее. Там это было где-то про то, что представляется к оглашенному? Да-да-да, есть, есть. Добавили. Так. Ну все, братья, давайте... А, еще сейчас одно объявление хочу сделать. Вот, это уже из Совета Сестричества, как раз-таки, да? Речь-то вот о... У нас есть сестра одна в Белоруссии, у которой дети, у нее мужа нету. Детей много. Они там в доме живут. Это я сейчас покажу. И там у них забор. Ну, в общем, плохой забор. Я так понимаю, там опека. Она конкретно давит какие-то правила, чтобы обязательно был забор. И неважно, денег есть, денег нет, денег нет. Должен быть забор. А если забора нет, штраф там или еще что-то будет. Ну вот, я смотрю, покажу видео. Забор-то... Звука нет почему-то. Да все понятно. 70 метров забора, тут его подправить, я не знаю. Кто-то, может быть, из братьев. Там нужны мужские руки просто. Не то, чтобы там что-то там какие-то заказывать. Это точно. Может быть, приедут просто, кто-то туда поможет, сделает там этот забор. Если что-то там где-то найдет какой-то... Ну, что-то помочь надо. Она сама-то не может это сделать. Братник больших денег требуется для этого. А оно не требуется, по сути, никаких денег больших. Это сделать. Брат, можно пока думают еще это, подкинуть одно там решение, как бы. Нету почему-то секретаря. Я думаю, что вот если бы Катя была секретарем, там рядом ты, как, ну, авторитетный брат, у которого там все в руках, это интернет, как это называется, администрация там. То вот было бы хорошо, если бы она была, допустим, секретарь, и все куда-то складывать в папку. И чтобы все было у нее на пульсе. Все. Она чисто только как секретарь. Складывает туда все. И, ну, вот такие-то, такие-то ты объявляешь, что есть. И прям под пунктами, какого дня, что пришло. И чтобы можно было просто следить, когда уже пришло о таком-то человеке, когда пришло о той-то истории, о таком-то документе. Ну, вот как у меня Марина работает. Собрание, допустим, собралось собрание, какое-то постановление. Было собрание, воскресенье такого-то дня, такое-то постановление. Не было никакого постановления. Просто собрались и от духовной какие-то вопросы поразрешали. И даже это можно записать. Хотя у нас это не пишется. У нас пишется какие-то постановления. Вот было собрание какое-то, там совет собрался. Такого-то дня ее сейчас вот подними, у нее вот. Сейчас я могу показать, гляди. Какая-то камера выключена только. Как выключена? Ну, вот сейчас. Вот, вот, вот ее папки, вот. Вот папка, вот у нее здесь все. Вот сейчас сокрещение она работает. Вот все тут, что вот у нее. Указы различные. Вот в папке. Ну, и в электронном виде есть. Вот папка. Я не знаю, только это за год или за сколько. Вот так. То же самое должно. Тем более, ты в электронном виде, дока. Прошло какое-то время. Распечатали. Папочку отдельно положили. На всякие, говорится, пожарные. Ну, тоже это с Игнатих, на чем нужно поговорить. Это очень хорошая идея. Игнатих вообще все записывается. Все, что у нас тут есть. Он как секретарь. Каждое слово записывает. Более того, у меня Марина пыталась вести фотоальбом еще. Какие-то события проходили. И фото. Куда-то сходили. Где-то благовествовали. В каком-то районе, там, в деревне. И были фотографии. И потом там подписи. И прям кто-то приезжает. Это раз, пожалуйста, положили. Ну, знаете, как любят фотоальбомы смотреть, которые... Ну, раньше вот у меня в доме были фотоальбомы. Ну, вот она делала несколько лет. А потом отказались. А сейчас она опять предлагает. А все. А где наши фотоальбомы? Игнатих такой. Так, так, так. Ну-ка, покажите мне фотоальбомы. Она говорит. Так вы же сами отказались от этого. Сказали, не надо ничего. У нас там есть. Сменем и все. Ну, то есть. Дороголожки, коллеги. У нас, слава богу, все записывается. Оно, в принципе, есть. Можно все поднять. Но такого, чтобы записи были письменные. Да, потому что действительно. Но такого-то числа можно там занятия прошли. Как у Игнатия Тихоновича. Да, он прям это записывает. В дневнике-то в своем. В электронном. У него прям записи идут. Когда, от кого пришло. Ну, тем более, такие важные вопросы, как вот сегодняшнее постановление. Это прям... И сейчас пойдут люди. И прямо отдельно надо будет заводить папку о таких людях. А они у нас сразу появляются. Только зашли-ка, пригласили, и тут же начинается. Поперли. Они же все знают. И лишнее только время. Вот я тут на последний. Тут у нас вышел один такой. Простое имя у него очень русское. Он уже меня задолбал. Я веду занятия, он мне начинает это... Причем без всяких там... Влазит и начинает мне там что-то меня поучать. И так далее. Никуда не годится. Нет, пока нельзя. Тебе как раз ничего не надо говорить. По вот сестре, напишите, вот, Ксении Юровой, если кто готов, там, может, кто с Белоруссией, может, кто с Россией. Мы тут с братьями, если что, поможем человеку, вот, то есть, проехать. Там, может, два-три дня там поработать, помочь. Вот у мусульман, у них там вообще все быстро. Там они в семеро-восьмерон приезжают сразу помочь. У нас как-то у русских это все слабо развито. Ну, тут, конечно, там не критически, но все-таки. А также Екатерина Можина, да, у нее муж, там у них дом большой. Муж разрывается, он на работе, и в то же время и дом надо строить. Там видео может... Ну, там, в общем, стена была полностью, угол разрушенный. Он там поднял вот этот, кирпичом разложил. Там много чего делать надо. Кто-нибудь из братьев бы приехал помочь, просто как руки вторые. Тоже было бы хорошо. Бывает такое, может быть... Ну, там, даже... Тут все поучаствуют. Как-то помогут. Уже помогли им. Ну, руки нужны. Тоже напишите. Вот Ксения Юрова, она старшая в сестричестве, Старшая, непосредственно взаимодействует с нами и с этим. Кто нуждается в помощи. То есть брошенные не останутся. Я имею в виду те люди, там, допустим, кто-то поедет. Мы поможем, если что, проехать, там, на переезд оплатить. Бывает людей, там, денег нет. Ну, помочь надо как-то. Итак. Давайте, братья тогда... У нас сейчас 13.20 уже. Вопросы сейчас какие-то, если есть, можете сдавать. Так, а Игнатий Тихович, что-то на связи? Да, я здесь, рядом. Вы Игнатий Тихович, ничего не хотели сказать? Я бы тоже не видел. Нет, нет. Я уже сказал много. Теперь надо только исполнять. Все одобряю, признаю, как надо. И только те, которые будут избраны в какой-то там помощи-то, надо смотреть, скандальный характер или нет. Нигде не будет такого спора, как там, где несколько человек избраны, какую-то власть имеют. А это уже во вред будет все. Да. У нас здесь будут единочали. Если старший кто-то назначен, нравится, не нравится, то я должен его слушаться. Единочали. Игнатий Тихович, а вы зачем у нас? Ну, на вас никто не будет сильно накладывать обязанностей. Но первый совет-то мы знаем, куда обратиться. Слава тебе, Господи. Если обратятся, я скажу. Или возьму время, какой-то тайм-аут. Если они не обратятся, то я обращусь, Игнатий Тихович. Я думаю, что все будет хорошо. Обратятся. Помолимся как следует. Настали, братьев. Никакие решения без высшего совета, естественно, никто делать не будет. У нас еще батюшка же есть. Тут он всех почти крестил. Как это так? Здесь просто дело в том, что надо знать, как бы батюшка или другие, кто вот с нами тут не участвует, он не знает. Ну, не знает просто обстоятельства всех дел. И как ты тут обратишься? Не всегда можно обращаться. Когда ты не состоишь в этом интернет-задружестве, не видишь, что происходит, то у тебя какое-то другое мнение складывается обо всем. Брат, да, это все нормально. Все будет хорошо. Ты не переживай. Так, я сейчас еще хотел показать. Да, у меня такое, я хотел и объявление сделать. Да, вот. Назначать будем, ну как, согласны или нет? У нас есть братья, все-таки, которые ведут занятия. Они уже более-менее опытные, читают, знания у них какие-то есть, которые будут в каком-то дню готовить проповеди. Надо начинать тренироваться все-таки. Вот Михаил Каримов, Александр Борцов, Иван Грибанов, Никита Колесник, Виталий Калиников, Николай Стах, Вячеслав Семенов, Виктор Савченко, Андрей Вдовенко. Можно, я предлагаю, конкретно назначать на такой-то день, он должен подготовить проповедь. Такой-то человек, такой-то день. И вот там каждую неделю мы будем слушать ее. А пока будет перед нами тут выступать, допустим, какой-то праздник, да, в таком-то день назначаем. Никита Колесников готовит проповедь. Должен подготовиться и выступить. Итак, следующий праздник прям, ну, наперед прям назначить. Как вы смотрите на это? Игнатий Тихонович, вам слово. 16 сентября, через 12 дней, у нас будет престольный праздник. Приглашенный новый епископ, мы его не знаем еще, Антоний, по региональным границам. И общий митрополит Сергий, которого мы хорошо знаем. Вот если кто имеет возможность приехать к 16 сентября, ну, чем большее число людей познакомятся с ними, а не с нами, это будет положительно. Ну, принято. То есть, а день открытых дверей 16 сентября у вас? Да, по новому стилю. Вот неполные две недели осталось. Надо приехать хотя бы за день раньше, как мы здесь встречаем. Потом, как всегда, литургия. Может быть, проповедь придется сказать. У батюшки трапеза. Ну, и тут вопросы-ответы, и как провожаем гостей. Торжественно очень. По милости Божией, были попытки, которые не нашего общего, люди, деревенские это, расстроить. Но ничего не получилось. Это кажется, да ну, что там. А нет, все, по слову Божьей, мгновенно все разобрали. И архиерей не пошел на поводу. Ну, обвернулся, и когда вот, Вячеслав, молились мы на коленях, куда они ходили? Да, да. Я помню. Такой архиерей, я вот даже не знаю, существует ли еще здесь патриархия. Вот самое простое, скажешь, оно невыполнимое. Но вот это, чтобы прощаюсь, все на колени встали. Простое дело, попробуй где-то сделай. А он сразу пошел на это. И вот у нас тут это не... Вот у нас Кирилл Наконечный, что-то похожее. Как будто тоже такой же. Кирилл у нас в Татарстане-то, который над Сергием Романовым стоял. Я тогда говорил, что Сергий Романов мог по-другому все поставить. А он поставил именно так, что на разрушение пошло. Надо было попятиться, да, сказать, так и так, были хорошие отношения. Да, неправильно рукоположен, я снимаю сам, но разрешите мне здесь вот с такими-то людьми. Я сразу приглашал 100 человек. Через месяц 200, еще через месяц 300. И мы вам показали тогда, как меняется все. По два человека это сколько могло быть миссионеров. Миссионеров. Ничего этого нету. Я брал расходы на себя в смысле питания. Ну, Игнат Тихонович, как вы смотрите вот на это предложение с проповедями? Назначить график, и наши братья, которые ведут занятия, в каком-то дню будут готовить в какой-то день проповедь? А сколько на неделю? Только на воскресенье? Ну, нет, я считаю, что надо на неделе двух, минимум два. Ну, заранее решить как-то. Доброе дело. Но так, если много будет братьев, и редко где-то, пусть они тогда говорят в другом месте, пока придет очередь. Не сидеть на одном месте, не очереди ждать. Я обращусь к нашему... Вот это мой вопрос. А сколько надо принять чистота должна быть для человека, по готовению проповеди, чтобы у него развитие шло? О-о-о, вопрос неразрешимый. Другому мгновенно. А иному надо месяцами. Вот конкретно, если вы зарядите, я не знаю, там есть, нет, он в Википедии. Александр Пивоваров. Магистр или кандидатом богословских наук. Вот он крестил Геннадия Фаста. Вот. Мы у него три брата учились, дома проходили семинарию всю. И когда там где-то в аварию в тумане попали, он сгорел. И вот мы дорогой едем. У него из дома едем в храм в Новосибирске. И он говорит, вот сегодня вечером такие-то будут считать места Писания. Что бы вы сказали? Я не занят другими делами. Я сразу говорю ему проповедь. Он, когда приезжаем туда, он слово в слово буквально повторяет перед народом. Хотя я тут же стою. Тот же человек не счастливился. Ты меня еще учить будешь или... Да вот он сказал, я чужие слова никогда не делал. Он смотрел только на пользу. На пользу дела. И он тайно ночью приходил к нам. Мы у него на квартире жили. Вместе. Три брата. Я, отец Аким и Павел. И вот сколько надо? Много или немного? Я не знаю, кто народ как будет. Проверить надо. Это очень большой разброс будет. Другому надо только сказать одно слово. Когда? Вопрос один. Когда? Сейчас. Сейчас. Мгновенно. Вот здесь люди уже собрались. Но это уже... Не знаю, как будет. Надо посмотреть. Говорили они, когда нет. Где-то испытать. Попробовать насчитывать чужую проповедь. Не чужую, а по духу родную. Беседовать. Я вот думал, что... Георгий Кадушкин. Не смотри, вот он на работе там незнатно или как-то. У него интонация такая, что располагает. И сколько на него там было покушений-то свергнуть-то. А Господь его схранит и возвышает. Крещеный. Ну, просто все как надо. Его в любой совет можно брать. Везде. Не забывать. Я вот нынче познакомился с Константином Тестовым. Его ребенок был здесь. Я его мало узнаю, но по всем параметрам подходит. Какой у него характер. Как он говорит. Как заботится. Как приехала жена. В этом году он крестился. И два, кажется, сына его... Или один, я не знаю. Ну, кажется, и маленький совсем был. Но, может, я ошибаюсь. И вот его тоже надо в какой-то совет или где-то взять. Очень самостоятельный человек. Привлекательный. Неспорливый. Ну, я говорю то, что сам видел. Николая Астахова обязательно брать надо. Где-то активный. Где-то что-то поторопился. Это не беда. А вот говорили о Тарасове. Думаю, не принимать. Ни под каким видом. Он не подходит под амнистию. Потому что он сегодня, вчера, продолжает умышленно делать недоброе отравление людей. Его предупредить. Принять просто на один день до первого по две. Он не признает ничего. Он же был здесь. Его просто... Мы опасались даже. Провожали когда. Как он кинется, может быть. Он свободно рассказывает. Дочь вышла замуж. С зятем познакомиться. Зять пришел. Уже зять. Уже живут. А я его отлупил. Ну, что сказать на это. Только попятиться. И когда он приехал, у нас еще не получилось. Николай Астахов работает рядом. Говорит, маленько подвинуться. Я сказал. Не меньше два с половиной метра. Потому что топорами работают. Он сразу же... Я не для этого приехал. Мне это не подходит. Это его фраза. И поэтому я здесь вот наблюдаю как. Ну, никак нельзя. У него даже малейшего сознания нету, что он обидел скольких людей. И сейчас как будто подыскивает, кого бы еще отравить. Ну, есть такие люди. Принять можно там. Ну, поставить какого-то. Вот возьмите Проликов, Роман. Сколько он все выдерживает. Говорит. Поэтому подконтрольно. Контрольно. Не в советники брать, а просто принять. Еще тут были какие... Они никак не идут на этом. Мгновенно вспыхивают. И самыми гневными словами, тирадами распространяются. Вы знаете, о ком говорю. Это никак нельзя допускать. Пускай со стороны приходит и... Можно было бы. А он засыкливается на какой-то идее своей. Один о том, что ему воевать надо. Другой о том, чтобы обязательно женить через неделю. Эти вопросы решаются. Павел говорит, не запрещаем. Но будете иметь скорби по плоти. А сдавать не можешь. Один развод уже есть. Второй, третий, пятый пойдет. Нам зачем это осквернение общества нашего? Надо смотреть очень внимательно здесь. Ну, я предлагал не три человека, а семь хотя бы братьев, чтобы было в Совете. Семь много. Больше пяти не надо. Я так предлагал. Три. Один секретарь и один Игнат Тихонович. Секретарь отдельно. Вот. Смотрите. Потому что окончательное решение приносить... То, что говорим, это будут обсуждать в интернете. Будут хулить. Но это не надо смотреть. Христа тоже только родился, и уже убийцы мечами звенят. Уже надо бежать. Вот вчера разговаривали, тут Ирина, которая пришла. Ей, там, Георгий, какие советы дает. Я не знаю, получили письмо, нет. Надо выполнить. Я не в словах священника не увидел подбога никакого. Он простую задачу поставил. Ни месяц, ровно месяц, нигде не показывать все. Потому что, зная тех людей, он боится за ее жизнь. А потом, говорит, вот то-то и то-то вместе выйдем. А пока дать успокоиться этой воде. И Ирину надо как-то там убедить, что священник, который ее знает, говорит хорошие слова. И к ней относится хорошо. Да-да-да, это принято полностью ей. Так, кто включил демонстрацию, выключите. Игорь какой-то, или кто это. И Игорь. Имя его не знаю. Ну вот сразу тут видно Светлана Романова. Там ни фотографии, ничего нет. Помогите человеку это исправить. Нет-нет, есть фотографии. Ну не знаю, у меня тут какая-то фигура. Вопрос по поручителям можно задать? Да, конечно, задавайте теперь. Вот я, будучи обмануть, я могу их сейчас как оглашение считать, что ли, или что там. Мне этих поручителей что, назначить надо, или кому-то из вас, или это те люди, которые меня вывели на этот ресурс, два человека. Так, сейчас, извините, я сейчас отойду. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. И сколько их надо вообще? Кому вопрос-то? Да к вам. Я не расслышал ничего. Повторите. Иван Ямшин спрашивает. Иван Ямшин спрашивает. Он хочет быть оглашенным. Я посоветовал бы Игоря Владимировича, Дебунова. Нет, нет, я не буду у него. Я не сошелся с ним характером. Я бы, наоборот, хотел, чтобы ты именно был. Ну ладно. Тогда, Иван, я тут не знаю, величать как. Поближе с кем-то познакомитесь и скажете, посмотрите. Может быть, Игорь Владимирович и прав. Надо, чтобы сходно так было. А если вы обидчивый, а он прямой человек-то и желает, чтобы вы изменились, а не просто так это было. Посмотрите тут, познакомьтесь с кем-то поближе. Переписку устроите. Тем более у нас очень богатые материалы каждый день выставляют. Я подошел сейчас, не знаю, Ивану Ямшанов. Неудобно сделано так сейчас теперь. Вы вот поручители вам бы взять Игоря Дубунова. Да я рад буду, но он не хочет. Он даже мою фамилию не может до сих пор выучить. Или прочитать правильно. Вот вам это самое будет полезное. Не спорить, а молчать. Ты уже понял. Я с ним не собираюсь бодаться. Мне зачем это надо? Мне молодых ребят кого-то, чтобы какой-то авторитет у меня был. Хотя борода у меня седая. А с этим пускай вам где-то там молодежь повоспитывает. Меня воспитывать уже не надо. Ну я моложе тебя немножечко. Так, я сказал, пока отложить этот вопрос, продолжайте дальше. Уже не надо. Тот ответ дал отказ, а он еще с кем сильно не познакомился недавно. Господь все усмотрит. У Бога все известно до кончайной вселенной. Тем более, если все-то искренне и как. Я уже примерно знаю, по какому вопросу. По вопросу, женить бы будет серьезное расхождение. Да я уже определился насчет женитьбы. Не волнуйтесь. Ладно, все понятно. Ну помоги, Господи, и все. Пока тему сразу закрывать и не с обидой. А именно дать времени отстояться, посмотреть, приглядеться. Аминь. Так, ну какие-то еще вопросы есть? Ну вот, у меня вопрос вот этот. По сайту как там увеличивать? Покажи, пожалуйста, Вячеслав. Да, вот смотрите, на сайте сейчас добавлена такая функция. Специально для тех, у кого зрение не очень. Сейчас я зайду и покажу. Так. Тут сайт, да? Смотрите, допустим, вы читаете какой-нибудь, ну проповедь или ответ. Ну, допустим, зайдем в проповедь. И вот, ну, шрифт слишком маленький, то есть размер текста. Плохо видно. И вот здесь сверху, смотрите, есть такая плюс и минус, размер шрифта. Плюс, если нажимать, то текст увеличивается, смотрите. Видите? И так же уменьшать можно. И то же самое это и с телефона. Видите, сам сайт остается такой же, а текст увеличивается. Вот это Николай Сироткин сейчас по просьбе многих, ну, люди, особенно Рахиль просил, сделал. Спаси Христос, братья. А вот старый сайт, который вот у меня есть, я попробовала, он что-то не увеличился. Или он сам по себе обновится потом? Нет, старый сайт-то, он там не делается ничего. Это вот это только, Ортодокс Байбл, который только тот там. А там старый он как был, так и остался. Ну, Ортодокс там, да, у меня не получилось. Вот он, если не увеличивается, то там через какое-то время начнет это работать. Это надо кэш обновить. Вы не понимаете, что это такое. Он обновится там со временем и будет работать. Спасибо, Христос, братья. Ну, вот такое сегодня собрание, такие новости. Сейчас уже через 20 минут занятия начнутся. Ну, всё, больше ничего нету. Очень насыщенно всё. Давайте маниться тогда. А распустить собрание, пускай 20 минут тут собой займутся, и дальше уже всё как обычно пойдёт. А уже до вторника, там, как объявили, окончательное решение. Всё. Достойный есть я, кого истину, Блажите Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую Бессовнея Серафим, Безысление Бога, Слово Робшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Всё, собираемся через 20 минут. Иван Емшанов, ты можешь ко мне выйти на скайп, мы можем поговорить просто, и всё. Субтитры создавал DimaTorzok